Давайте вспомним лихие 90-е. Население с изумлением шуршало зелеными банкнотами. Это я о долларах. И лихорадочно прикидывал в уме, где их обменять или купить. Вспоминая одного из своих коллег, который получил от одесситов прозвище Маржа. Он был ведущим на местном телеканале и каждый день информировал население о курсе стойкой американской валюты. А проще говоря, советовал, по сути, где выгоднее купить или продать этот самый доллар. Мест таких в Одессе было немного, но самой знаковой точкой, безусловно, являлась книжка. Замечу, надувательств там не наблюдалось, ибо менялы дорожили клиентурой и жаждали ее расширения. Впрочем, такая ситуация лилась не так уж и долго. Государство быстро сообразило, что куда выгоднее открыть сеть обменных пунктов, привязанных к коммерческим банкам. Обменники быстро завоевали популярность, оттянув, отменял индивидуалов клиентуру. А что шастать по книжке? Ежели в тепле и уюте можно купить или продать валюту. Понимаю, что обмен валюты вполне успешный бизнес. И, наверное, он замирал, ибо регулятор, это я о Национальном банке Украины, придумывал некие инновации. Или правительство считало, что частные банки жиреют, и их надо маленько придавить. И тогда снова в руку включался Натбанск. С прошлого года попытки государства взять под контроль обменники не прекращаются. Как, впрочем, и желание значить тотальную слежку за теми, кто туда ходит. То вводили обязательное предъявление паспортов, то такую инновацию отменяли. Параллельно шли ограничения на попугку, на продажу – нет. Хотя, если разобраться, то люди, имеющие серьезную денежную массу, в обменники не шли. Они знали конвертационные центры, естественно, нелегальные. Продолжается борьба с обменниками и сегодня. Цитирую общенациональный экономический портал «Дело». Это очень сложный рынок, который может непосредственно влиять на финансовую стабильность страны. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с серыми или черными рынками валют. Мошенничеством. Поэтому планируем к концу года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям. Цитирует пресс-служба Национального банка Украины Александра Писарука, первого заместителя главы Национального банка. И дальше. Будут введены дополнительные требования относительно капитала таких небанковских учреждений, прозрачности их структуры, деловой репутации сотрудника. Есть и статистика. Нацбанк за последние два года не выдал ни одной лицензии на осуществление валютообменных операций. Судя по всему, регулятор, вероятно, заботился воскрешением легендарной одесской книжки. Ибо замечено, как только начинается очередной наезд со стороны государства на официальные обменники, сразу оживляется черный рынок. Понимает ли такую закономерность наш Национальный банк? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова